всем привет дорогие друзья вячеслав кузьмин меня зовут новое видео по поводу очень насущного вопроса по поводу никотиновой кислоты с интригующее название осторожно никотиновая кислота для волос но перед этим я попрошу вас подписаться на мой канал оставить свои комментарии к этому видео если вам интересно и обязательно поделитесь с друзьями кстати в описании к видео еще указан наш телеграм-канал в котором выкладывается какие-то видео какая-то информация очень полезная как для профессионалов так и для обычных людей итак начнем никотиновая кислота очень много сейчас на просторах интернета очень много информации по поводу того что никотиновая кислота используется для лечения волос от лечения от выпадения волос там разные делают композиции разные это знаете как бы штуки мазалки и так далее но як могу себя абсолютно искренне отнести к эксперту в нескольких областях парикмахерском деле безусловно как у каждого парикмахера у меня свой стиль работы и подход и самый первый из них скажем первый скилл с которым был у меня это изучение выпадения волос начиная с 1998 года и я очень много изучал по этому вопросу очень много пробовался и со своими клиентами и с друзьями и со знакомыми мы пробовали очень много разных препаратов разных ситуаций разных схем лечения разных подходов и вот один из них тоже был никотиновая кислота очень интересный вопрос потому что я тоже скажем как бы ну хотелось верить что никотиновая кислота очень хорошо работает но здесь получается такой парадокс никотиновую кислоту используют очень активно врачи имеют мезотерапевты которые скажем используют ее как поддерживатель влаги и для того чтобы жировые клетки не растворялись то есть их девушки которые допустим проходят программу похудения для того чтобы оставить некоторые части тела грудь и бедра скажем так оставить в наполненном состоянии чтобы жировые клетки не сильно худели туда подкалывает никотиновую кислоту это я узнал после обучения врачей то есть не мною обучающихся моего друга врача который за этим смотрел то есть это используется такой момент для удержания жировых клеток и стать наполненность водой что для парикмахеров говорят что она очень хорошо стимулирует рост волос и вы знаете самый основной момент который я узнал очень похожи связаны с волосами это связано с растениями когда я смотрел видео и по поводу растений там деревьев и так далее и один из очень уважаемых людей по этому поводу заметил что если растение перекормлена то у него начинается проблема начинается для начинается рушится потому что растение становится очень сладенькая и очень мягкая рыхлая то есть неустойчивая и не скажем без тонуса то есть не крепкая и из-за этого нападают очень часто растения от излишней перекормки приходят в негодность скажем так или погибают или от внешней скажем вредителей или от скажем от слабости своей да что произошло с волосами у меня была одна клиентка у которой достаточно медленно росли волосы она мы с ней поговорили какой-то момент и решили попробовать все-таки никотиновую кислоту вампу втирать в кожу головы первое впечатление что она могла немножечко дать раздражение как бы немножко согревающий эффект то есть она немножко пекла голову второй момент вроде как волосы были немножко более тонизированными и на этой радостной ноте она начала это использовать и использовала это очень долго там течение 6 9 месяцев что же прошел что он произошло дальше дальше произошла такая ситуация когда волосы стали очень тонкими и очень ломкими я естественно опять окунаюсь в изучении материалов по этому поводу скажем еще раз потому что изучение выпадения волос и усиления роста я знал несколько алгоритмов скажем работы как когда можно усилить очень быстро рост волос то есть его увеличить и быстрее когда можно поработать профилактические с к выпадением волос и так далее даже сам разработал лосьон натуральное вот выпадение волос который по мнению клиентов которые вы получили в течение 7 дней до прекращалась но после никотиновой кислоты началась проблема что волос вроде как растут достаточно быстро но они становятся очень тонкими и очень хрупкими и затем уже подняв информацию более серьезную как бы в поисках не просто видео который там никотиновая кислота лечим масочки добавляем и так далее вот я узнал о том что негативная кислота может стимулировать рост волос и слегка но помимо этого за счет того что она как бы толкает в рост быстрее быстрее волосину волосина становится очень тонкая и очень хрупкая и получается так интересный момент то что мы увидели то что я увидел скажем вместе со своей клиенткой это что волосы стали очень очень хрупкими поэтому вопрос по поводу никотиновой кислоты во всяком случае для меня и для моих клиентов безусловно это мое личное мнение и мой личный опыт говорит о том что этого делать нельзя можно но из разряда один раз в месяц вы можете себе сделать какой-нибудь купаж вместе с никотиновой кислоты и это делать на кожу головы но для волос и регулярное применение приносит очень плачевные результаты это то на что я обратил внимание потому что советую многим клиентам одна из них вот попробовала и начала как бы это делать достаточно много некоторые как вы знаете очень часто не могут это делать регулярно там по ряду причин просто не хочется забывают там или еще что-то и это скажем 1 упаковка никотинки заканчиваться и очень хорошо вот очень хорошо что они не делали этого больше я вам скажу что больше толку для этого дает при регулярном применении экстракт алоэ вампула вот за счет регулярного длительного 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 использования в течение девяти месяцев до полутора лет постепенно постепенно улучшаться даже не состояние волос по сути не их рост быстрее а количество волос то есть я видел результаты когда волосы становились в два раза гуще вот и это было очень интересно поэтому никотиновую кислоту лучше не использовать я вас я вас об этом предупредил а оставить свои комментарии по этому поводу вопросы может быть может быть еще что-то интересное обязательно подписаться на мой канал будьте любезны но все на этом все пока пока до встречи то еще забыл упомянуть один интересный факт никотиновую кислоту используют в препаратах по восстановлению волос иногда для внутренних связей при этом на препаратах очень часто указано не наносить на кожу головы потому что препарат при попадании на влажные волосы он начинает разогреваться то есть повышается температура ее используют для разогрева волос и для открытия чешуек для более активного проникновения волосы скажем лечебно-восстановительных препаратов и это тоже процедуру делают не очень часто я знаю одну фирму которая использует никотиновую кислоту в этих препаратах и в принципе алгоритма использования и и таким образом вполне возможен то есть если взять какой-то легкий лосьон смешать с никотиновой кислотой намести на 5 минут на волосы разогреть их потом смыть и потом нанести лечебную маску на волосы такое можно поэкспериментировать попробовать допустим разочек чтобы посмотреть на результат чего вам советую потому что тоже очень люблю пробовать много нового и интересного и посмотреть получится ли так что-то какой-то результат после такой процедуры или нет ну вот так пока